привет всем с вами валентина у нас предстоит очень серьезная работа перетяжка пуфика посмотрите пуфик пришел в негодность это кожзам но прежде чем обтягивать или шить чехол мы хорошенько его рассмотрим если вы никогда не перетягивали мебель даже не пытались и пуфик у вас сплошной то можно сшить просто чехол или снять обшивку шить чехол а внизу закрепить на скобы у меня пуфик вот с таким откидным ящиком сюда можно убрать разную мелочь для обуви крем щетки разные пакеты и разную мелочевку он нам пригодится мы его закрывать не будем прежде чем снимать обшивку мы должны хорошо посмотреть что за что цепляется где как прошита где сделанная скоба первым делом мы снимаем с вами петли все складываем в одну кучку в баночку или в пакетик убираем чтобы не потерять ну а теперь мы с вами снимаем все скобы убираем обшивку если у вас ткань позволяет много ткани вы можете снимать все сразу чтобы вы могли разместить все на полотне и выкроить или постепенно сняли вверх сделали вверх сделали низ потом скобы хорошо вытаскиваются простой отверткой только она у меня маленькая видите тоненькая желательно пошире брать нам понадобятся кусачки плоскогубцы моем случае скобы вбиты по прямой и заходит под складку и когда вы пробьете сделаете складку и прокладываете скобы вот так сняла я все скобы складываю я вот у меня бумажка здесь чтобы они у меня нигде не валялись но видите у меня здесь такая возвышенность и у меня получается что сейчас сниму что ткани у меня отдельно и где у меня вот это выпуклое место у меня по кругу также прибиты скобы снимаем но посмотрите девчонки сняли мы обшивку вот в таком состоянии это все было в ужасном и мы теперь должны сделать заготовки чтоб перенести на ткань смотрим внимательно смотрите здесь у нас идет закругление это не вытянутый угол он так у нас выкраивается шов я просто беру ножницами нам же эта ткань не нужна мы не будем сидеть с распарывателем все это есть возможность смотря какая ткань вот так разорвать вот увидите где рвется чуть надрезали и дальше пошли все ваше дело это все распустить вот смотрите здесь у нас двойной шов вот он распарывать его не серьезно просто-напросто я его беру и прям шов вот так разрезаю но когда мы будем выкраивать нам не надо не забыть про припуски на швы и чтобы мы правильно пришили наши заготовки выкраины мы должны с вами сделать пометку вот у меня идет шов помечаю допустим один раз вот тут у меня будет двойной шов ну к примеру два раза помечаю и перенесу все на оригинал когда у вас будут совпадать швы вам будет проще ориентироваться я даже для себя сделала вот такую дугу пометку что это закругленный край пометки делаю на всех швах у меня длинная полоса была из четырех частей вот это я распарывать не буду я сравнила что все мои полоски они по размеру одинаковые и буду использовать вот эти две выкрою две таких две таких ну а сверхней частью все просто вот наш шов делаю пометку с одной стороны и пометку с другой стороны все можно распарывать смело смотрите здесь двойная нитка до точнее две от строчки по идее также распускать мы не будем можно распустить просто ножницами разрезать и не забыть прибавить при пуске на швы как она хорошо прямо разрезается пошута прям в разные стороны расползается у меня длинная полоска я сложила по шву вот он шов видите сложила пошел провожу рукой и смотрите у меня здесь они не одинаковые половиночки вот когда подворачивается тут получается плюсом 2 сантиметра это значит что две полоски у меня почему-то разные шить буду из кожзама дорогой это мебельная ткань плотная очень хорошего качества но посмотрим как она будет держаться в процессе носки когда мы начинаем выкраивать мы всегда сначала выкраиваем крупные вещи а потом уже мелочь выкроила заготовки везде сделала пометки где они должны были быть но на обратной стороне ручкой чтоб они у меня совпадали проверила все ровно у меня распределено по кучкам это у меня вверх крышка это у меня вниз и теперь прошиваем прежде чем собирать наши заготовки в единое полотно надо обязательно на образце прошить посмотреть как ваша машинка шьет взять нитки нитки берем ну какие не рвутся я буду сороковкой обыкновенной шить я посмотрю какая у меня поплотней и буду прошивать если ваша машинка хорошо шьет вы можете взять шелковые или обувные нитки образец прошила смотрю с одной стороны и с другой устраивает ли меня строчка выворачиваю и вот так натягиваю и также смотрю как у меня строчка проходит иногда бывает очень сильные пробелы значит сделайте шаг поменьше но если вы шьете кожзам не надо мельчить потому что ваши нитки ваша строчка она просто расползется вырвет так как нитка у меня обыкновенная сороковка все-таки она хлипкая я сделала две строчки но две строчки делала не строчка в строчку а пропустила 1 миллиметр и пропустила рядом это на всякий случай и теперь я беру и складываю на одну сторону и пускаю от строчку от строчку сделала на ширину лапки но один шов сделала этот шов я пока что не смыкаю пришиваю к нашему овалу потому что мало ли может быть что-то не так я выкроила вдруг будет лишнее вдруг у меня не хватит поэтому я лишние швы не делаю потому что кожзам они не любят не распарывание не булавок потому что остаются следы для чего я говорю делает пометки вот смотрите с этого края у меня будут петли значит вверх заготовки у нас наверху здесь и вот моя пометка соединяю вот с этим швом и отсюда прокладываю строчку в одну сторону потом прокладываю в другую сторону вверх прошила по кругу два раза видите вот увеличила экран не знаю видно не видно но тут наверно два миллиметра и вот смотрите наши углы для мы сейчас должны сделать от строчку но чтоб хорошо легко вот на этих углах сделаю прям несколько надсечек совсем маленьких но вы не должны повредить вот этот шов вот у нас изгиб прям маленькие маленькие делаю потому что когда это все натянется вдруг что поползет много не делаю по всей тоже не делаю также сделала от строчку на ширину лапки посмотреть как красиво смотрится и вот эти нитки я вытягиваю на обратную сторону просто за веревочку так дергаете здесь вы скакивает петелечка вытаскивайте и завязывайте узел можете конечно делать закрепку но опять же кожа они лишних движений не любят верх наш готов можно натягивать эти пометки я переношу на лицо также делаю кругляшку чтобы было видно что это были петли теперь собираю детали самого каркаса вверх это пометка где у нас швы соединительные значит это вверх и смотрите мы прошиваем вот до этих пор у меня здесь пометка здесь уходит на скобы подворот прошиваю две строчки делаю собираю всю полоску вот у меня четыре части я их собираю но один шов я оставляю открытый или можно шить полностью вот эту часть а когда длинные полоски собирать будете с одной стороны прощете с другой на всякий случай оставьте не зашиты и вот посмотрите какую большую роль играют ваши пометки это у нас двойной шов до со строчкой здесь сделала две палочки вот у нас стык здесь где закругление и вот он рисуночек где закругление и мы совмещаем они видите у нас совпадают но теперь прошиваем это у меня центр прошиваю от центра в одну сторону потом иду в другую сторону вы спросите почему сразу взять и не все это прошить была бы ткань бы собрали бы все детали на металле вы посмотрели что у вас все легко отлично и можно прошивать это кожзам здесь я вам советую если надо делать замер можно взять малярный скотч бумажный хорошо он отлепляется или пускать булавки прям по краю вашего полотна чтобы булавки ваши не оставляли дырки вот смотрите для чего я не зашивала вот моя часть с этого бока один сантиметр у меня уйдет на шов вот я выравниваю и вот моя посмотрите излишка здесь буквально отрезать один сантиметр и всю ровно у нас ляжет если бы я уже прошила двумя-тремя строчками эту часть и начала вшивать вот к этой полоске у меня была бы излишка где я возьму с этой части да нигде уже лишнее отрезала вот мой шов видите и все ровно здесь легло все прошила соединила все делается быстро не бойтесь это я год собиралась у его обтянуть еще никак и вот она сама тумбочка вот наши ведь бака и теперь работаем степлером берем скобы молоток кусачки пассатижи на всякий случай если вы неправильно прибьете вот в этом полотне здесь от строчку я не делала потому что вот с этой стороны это будет подниматься будут прибиваться скобы а потом уже натягивается вот этот вверх но посмотрите верхушку я обила посмотрите как смотрятся швы вот такая у меня другая сторона и не осталось обить саму тумбу вот смотрите натянула кожзам одевала с нижней части с нижней стороны потому что у нас здесь выпуклое место сверху не оденешь вот эту верхушку я подняла сравнила швы вот эти сходят цели не сходятся и теперь я прибиваю так слегка подтягивая делаю вот здесь с цеплером скобы вбиваю и потом уже буду делать все остальное допустим вот я подвернула и начинаю стукать первый ряд у меня будет проходить здесь второй ряд я делаю вверх а третий ряд это будет вниз он будет у меня заключительный и когда я буду крепить верхнюю часть это наши петли я просто в кожзаме слегка сделаю пометки где у нас шурупы конечно можно петли перенести в другую сторону все девчоночки пуфик мой готов сделала все полностью буквально за один день долго собиралась год собиралась но сделала это тень падает от штатива вот такой он у меня получился чистенькие аккуратненькие ровненькие по сравнению что было небо и земля кто-то скажет проще купить новый но зачем если каркас хороший почему бы не взять смотрите сейчас покажу шовчики посмотрите шовчики все все совпадают все отлично открывается можно пользоваться так что не бойтесь не страшен тот самый как его малюет делайте все в наших руках на этом все пока пока пишите комментарии подписывайтесь на канал с вами была валентина никита пока